Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Василия Моисеевна. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. День финансиста, который в Республике Молдова отмечается ежегодно 15 августа на протяжении почти трех десятилетий, был отпразднован в четверг в Министерстве финансов. Подробности в выпуске. Десятки пчеловодов из разных регионов страны в этом году снова представили свою продукцию в столице в сквере театра оперы и балета. В Швеции подтвержден первый случай заболевания обезьяней оспой, вирусной инфекцией, передающейся при тесном контакте. Детали в зарубежных новостях. На одной из железнодорожных станций Китая дикий кабан устроил хаос. Президент Майя Санду считает, что начатый в 2022 году план модернизации населенных пунктов приносит свои результаты. Тем самым, Европейское село – самая эффективная программа местного развития и строительства инфраструктуры с момента обретения независимости. Об этом в отдельном видеоролике рассказала молдавский лидер. По словам главы государства, в 906 населенных пунктов уже инвестировано около 1,8 млрд леев. Впервые правительство в столь короткие сроки вкладывает такие большие суммы в улучшение условий жизни населенных пунктов страны. Майя Санду также сказала, что во второй программе Европейское село в соответствующих проектах приняли участие более 80% примарий. По всей Молдове выбрано 612 населенных пунктов, куда правительство вложит деньги. Более чем в 200 селах будут построены водопроводные канализационные системы, а более чем в 50 селах – сети уличного освещения. Мы отремонтируем 52 детских сада, 37 гимназий, 62 спорткомплекса, 63 дома культуры. Мы построим 36 фотоэлектрических парков в 30 селах, чтобы люди получили доступ к зеленой, более дешевой, чистой энергии. Например, мы подведем воду в селах Телица района Анининой, Михулень, Шалдонежского района или Чичмекёй, Атога-Гаузия. А в селах Заимкаушанского района и Нештелинежского района и Гелеуза-Страшенского района появится система канализации. В селе Петрень Дрокиевского района появится развлекательно-спортивный комплекс. В селе Бумбета Онгенского района – стадион для мини-футбола. В селе Хелиуц Рыжканского района будет обновлен Дом культуры, а в селе Васиень и Еловенского района отремонтирован и оснащен детский сад. По словам главы государства, этими проектами воспользуется более 1 миллиона человек, а выделенные средства составят 2,5 миллиарда леев. У жителей Валя-Курья-Кюлуй, города Дроки, скоро будет свой европейский квартал. Здесь были обустроены две игровые площадки и спортивный комплекс с площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры регионального развития Андрей Спын. Министр также сообщил, что в настоящее время ведутся работы по асфальтированию двух прилегающих улиц. Кроме того, осенью будут высажены декоративные деревья. В интервью одному из молдавских порталов министр энергетики Виктор Парликов не подтвердил и не опроверг информацию о планах заняться политикой и создать собственную партию. Реакция главы Минэнерго пришла после недавнего заявления лидера ЛДПМ Влада Филата. Давайте так. Если речь идет о политике, то я уже нахожусь в политической функции и весьма занят. Поэтому сейчас, естественно, приоритеты – это подготовка к зиме и непредвиденная ситуация в судже. Мне не нужны пресс-секретари, которые будут анонсировать мои действия. Если я решу заняться политикой, я, безусловно, об этом сообщу. Сделаю это сам от своего имени. Напомним, что о том, что Виктор Парликов якобы планирует подать в отставку и создать собственный политический проект, ранее заявила экс-премьера и кандидат в президенты Владимир Филат. При этом Министерство энергетики, по словам Филата, якобы объединят с Министерством экономики. На парламентских выборах будут два новых политических проекта, что является ничем иным, как результатом их мышления, как думают нон-конформисты во дворце. Первым политическим проектом, который появится, будет включать в себя недовольных ПДС, но все еще любитель Майя Санду – это группа граждан из Европы, возглавляемая Нику Папеску. И второе, вот увидите, Парликов скоро уйдет из Минэнерго, а ведомства объединят с другим министерством. Парликов найдет себя в новом политическом проекте. В свою очередь Парликов ушел от прямого ответа на вопрос, планирует ли создать собственный политический проект. Глава Минэнерго опроверг и информацию о своих, якобы, планах уйти в отставку. Если это произойдет, то это будет не мое решение. То есть сейчас я не планирую подавать в отставку. Если такое решение в какой-то момент примут, премьер-министр или партия, или кто-то еще – это тоже вариант. Когда я шел на эту должность, я прекрасно понимал, что это политическая должность, и это связано с политическими рисками. Поэтому моя оценка такова – я справляюсь неплохо, и сейчас нет никаких предпосылок, чтобы отправлять меня в отставку. Центральная избирательная комиссия сообщает, что на данный момент около 400 человек зарегистрировались для участия в республиканском конституционном референдуме и президентских выборах от 20 октября для почтового голосования. Крайний срок предварительной регистрации – 6 сентября. Требование предварительной регистрации заключается в определении предполагаемого числа избирателей, которые намерены проголосовать на одном из избирательных участков, организованных за рубежом. Это один из трех критериев, установленных Кодексом о выборах, который вместе с информацией о динамике явки избирателей на трех последних национальных выборах и данными Министерства иностранных дел о количестве и местонахождении молдавских граждан за рубежом будет основанием для принятия решения об организации избирательных участков за пределами Молдовы. На данный момент предварительную регистрацию прошли более 3600 человек. В то же время члены ЦИК напоминают, что избиратели из США, Канады, Исландии, Финляндии, Швеции и Норвегии могут подать заявку на почтовое голосование на выборах 20 октября этого года. И в этом случае предварительная регистрация является обязательной. На сегодняшний день около 400 человек зарегистрировались для голосования по почте. Больше всего заявок поступило из США – более 200, и Канады – более 100. День финансиста, ежегодно отмечаемый в Молдове 15 августа на протяжении почти трех десятилетий, отпраздновали в четверг в Министерстве финансов. На торжественной церемонии сотрудники Минфина и подведомственных учреждений были отмечены за профессионализм, ответственность и преданность своему делу. Молдовый сектор – это очень важная сфера, на которой строится стабильность и экономическая безопасность Республики Молдова. Я хотела бы поблагодарить всех вас от имени коллектива Министерства финансов за усердие и профессионализм, который вы демонстрируете в своей работе. Пожелать вам дальнейших успехов и пригласить вас, и даже лично попросить вас продолжать прилагать усилия для развития экономической стабильности Республики Молдова, создания профессионального климата в финансовом секторе и содействия устранению недостатков, которые создают препятствия или стагнируют экономическое развитие Республики Молдова. Дипломы были вручены Центру информационных технологий в сфере финансов, Государственной палате по надзору за маркировкой и управлению программами внешней помощи. Эти награды подчеркивают тесное сотрудничество и совместное усилие в достижении прогресса в финансовом секторе. Это очень много делов. Поздравляю вас и желаю удачи в будущем. День финансиста отмечается ежегодно 15 августа с 1995 года. Отсутствие механизаторов – одна из проблем, с которой сталкиваются исследователи Национального научно-производственного центра семян на севере страны. Именно поэтому они обратились в программу поддержки экономических единиц, внедряющих программы дуального образования, подготовленную торгово-промышленной палатой Молдовы совместно с внешними партнерами. О метаморфозах, произошедших с сельскохозяйственным учреждением, рассказал представитель центра. Мы получили около 19 тысяч евро, на которые купили оборудование, чтобы лучше обучать студентов. Мы купили два графических диска, чтобы научить их работать практически, курсовые индикаторы, чтобы обучать студентов на современном оборудовании, а также три планшета, ноутбук и внешний SSD, чтобы обучать их и теоретической части. Дионисия Захарко также рассказала, что на современном оборудовании уже прошли обучение 12 студентов Гладянского профтехучилища. Сначала нам было сложнее, потому что мы государственные учреждения, и у нас мало техники, и у нас не было возможности обучать каждого студента. А сейчас нам легче. У нас есть техника, чтобы обучать студентов. Нам нужна высокопроизводительная техника, потому что для механизаторов в любом ПТУ вся техника устаревшая. Их учат, но когда они попадают на производство, то сталкиваются с новой техникой, и у них возникают проблемы. Напомним, недавно Торгово-промышленная палата Республики Молдова организовала мероприятие по завершению программы поддержки экономических единиц, внедряющих программы дуального образования. Целью этой инициативы было улучшение условий обучения и повышение привлекательности дуальных программ путем создания партнерских отношений между компаниями и профессионально-техническими учебными заведениями и приобретение необходимого оборудования для обучения без отрыва от производства. В этом году в 22 экономических единицах, получивших финансовую поддержку, обучаются более 460 студентов, что свидетельствует об успехе и положительном влиянии этой программы на общество и местную экономику. Период реализации проекта с сентября 2023 года по август 2024. Число студентов, поступивших в высшие учебные заведения после первого этапа приема на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На первый цикл обучения на бюджетные места зачислено около 76%. По данным Минобразования, всего на первом этапе приемной сессии этого года было зачислено 13 040 студентов. В прошлом году их количество составляло 11 388 человек. На этом этапе в магистратуру зачислено 3 158 кандидатов. В этом году вузов было 8 694 бюджетных места. Из них 5 299 для первого цикла обучения и 2869 для магистратуры. Еще 106 бюджетных мест были зарезервированы для граждан государств, с которыми у нашей страны заключены международные договоры в сфере образования. Кандидаты на обучение в вузах могут подать документы до 30 августа. Тогда завершится второй тур приема. После первого тура приема на первый цикл обучения заполнено около 76% от запланированного в бюджете количества мест. В случае магистратуры было занято около 85% имеющихся бюджетных мест. Государственный университет медицины и фармации имени Николая Тестимецану полностью заполнил количество бюджетных мест, доступных после первой приемной сессии. На второй тур приема 2023 года высшие учебные заведения продолжают набор на оба цикла обучения. Предлагает на 1206 бюджетных места на первом цикле обучения и 334 бюджетных места на втором цикле магистра. Продолжается прием и в региональные вузы, в которых еще есть свободные бюджетные места. Речь идет о Государственном университете Олегу Руссу из Бельц, Государственном университете Богдана Петричейку ХДУ из Кагула, Камрадском государственном университете и Государственном университете Григорий Цамблак из Староклеи. Статистика показывает, что наиболее востребованными специальностями остаются юриспруденции, экономические науки, педагогические науки, медицина, стоматология и формации, а также информационно-коммуникационные технологии. Молдовы школы смогут сами выбрать дату проведения торжественных линей к началу учебного года. Министерство образования сообщило, что решение будет приниматься каждой школой отдельно после консультации с педагогическим советом, а затем определять время и дату проведения линейки и первого урока в новом учебном году. Также школы могут самостоятельно определять формат линейки, а также мероприятия, которые будут проводиться в классах в первый день 2024-2025 учебного года. Первый урок в этом учебном году будет посвящен теме «Вместе за мир» и будет обязательным для всех государственных и частных учебных заведений. Для организации проведения тематического урока классным руководителям предложили учебные материалы, адаптированные к возрасту учеников, разработанные при поддержке Совета Европы. Согласно распоряжению Минобразования, директора школ должны обеспечить полное соблюдение расписания уроков на 2 сентября для всех классов, независимо от институционального варианта организации традиционных мероприятий в начале учебного года. И в этом году в секторах столицы открываются школьные ярмарки, где можно найти необходимые принадлежности – одежду, ранцы и другие товары для учеников. Об этом сообщает муниципалитет Кишинева. Сектор «Ботаника». Сектор «Ботаника». Период с 15 по 31 августа. Место бульвардача – 26. Сектор «Центр». Период с 10 августа по 10 сентября. Место угол улицы Измаил с бульваром Дмитрия Кантемира. Улица митрополита Варлаам. Между улицами Тегина и Армянская. Сектор «Буйканы». Период с 19 по 31 августа. Место улицы Ионкрянга – 74. Период с 22 по 25 августа. Место «Калле-Ешелур-8». Ярмарка, организованная С.А. «Зорили». Сектор «Чеканы». Период с 19 августа по 8 сентября. Место аллея на бульваре Мирчичев-Бетрын. Между улицей Дженталатино и улица Петру за Днепру. Сектор «Рыжкановка». Период с 20 по 31 августа. Место улица «Богдан-Воевод-1-1». Район торгового центра «Панком». Школьные ярмарки будут проводиться ежедневно. Ежедневно с 10 утра до 20.00. Они будут работать до 10 сентября. Новый детский сад скоро появится в одном из пригородов Тишинева. Детский сад на 160 мест в селе Бык. Комуна Бубуечь станет первым дошкольным учреждением в этом районе. Дошкольные учреждения в селе Бык строятся с нуля. Инвестиционный проект реализуется за счет средств муниципального, местного и государственного бюджетов. Во время визита в пригород заместитель мэра столицы Ольга Урсу обсудила с представителями местной администрации коммуны Бубуечь ход строительства, сроки, затраты и потребности. После корректировки исполнительного проекта затраты на строительство детского сада с нуля составят более 52 миллионов леев. Строительство началось во второй половине 2022 года и должно быть завершено в 2026 году. На данный момент выполнено 20% работ. Возведены два этажа, построена крыша. Осталось осуществить остекление и установить наружные двери. Проектом также предусмотрено строительство котельной, которая будет обеспечивать детский сад теплом и горячей водой. Вице-мэр также посетила детские сады номер один и номер два в коммуне Бубуечь, где в этом году на муниципальное средство будет модернизирована инфраструктура. Ранее в рамках подкаста Ольга Урсу отметила, что за последние четыре года мэра Кишнева выделила более 700 миллионов леев, 18 пригородам. Таким образом, удалось построить с нуля несколько детских садов в тех населённых пунктах, где их не хватало. Нам удалось построить детские сады с нуля в Бачо и в Синджире. Таким образом, мы создали более 500 новых мест для детей в пригородах, где не было образовательных учреждений, где раньше не было детских садов, где родители были вынуждены возить своих детей либо в соседнее село, либо в Кишинёв. Более того, когда распределялись эти инвестиции, конечно, потребности очень высоки, в том числе в пригородах потребности также очень высоки здесь, в Кишинёве. Но в ходе обсуждений с мэрами и после опросов жителей были определены приоритетные инвестиции. За последние годы только при поддержке мэрии Кишинёва было успешно реализовано более 200 проектов в 18 пригородах столицы. Международный аэропорт Кишинёва сообщил о возобновлении с 5 сентября этого года процесса проведения тендера для сдачи в аренду неиспользуемых активов, предназначенных для деятельности в сфере туристической розничной торговли, продуктов питания и напитков. В пресс-релизе «Воздушной гавани» говорится, что документы можно подать с 5 по 9 сентября. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». В столичном районе Рыжкановка снова слышали стрельбу. В ночь на 16 августа неизвестный мужчина подъехал на автомобиле к местному ресторану, достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. После пересел на переднее пассажирское сидение и автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Случившиеся засняли камеры наружного наблюдения. В полиции для одного из новостного портала сообщили, что проводят расследование произошедшего. Четыре члена преступной группы, занимающиеся контрабандой, кражами и отмыванием денег, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при поддержке Европола. Операция включала 10 обысков в домах подозреваемых. По данным полиции, преступная группа с 2017 года действовала на территории стран-членов ЕС, специализируясь на кражах из элитных жилищ, грабежах и кражах со взломом. Полученные финансовые средства использовались для приобретения элитного имущества, инвестиций в прибыльный бизнес, чтобы замаскировать происхождение доходов и собственности. Расследование продолжается. На Московском проспекте в столичном секторе Рыжкановка завершаются работы по восстановлению дорожного полотна. По словам мэра Кишинева Иона Чабана, по всей длине улицы были отремонтированы поврежденные участки дороги путем фрезерования и укладки нового слоя асфальта. В зонах остановок общественного транспорта в места, где просил фундамент, ведутся работы по укладке и уплотнению щебня и асфальтированию. Аналогичные работы проводятся на пересечении с улицей Студенческой. Рабочая группа по восстановлению улицы 31 августа 1989 года провела выездное совещание. Стороны проанализировали технические решения по восстановлению дорожного покрытия, отводу воды, благоустройству велодорожек и реконструкции тротуаров. Определена необходимость проведения технологии лазерного сканирования этой улицы в периметре Александра Пушкина и митрополита Банулеску-Бадони, чтобы лучше оценить ситуацию на месте и спланировать эффективные решения по отводу воды. Эмоции и слезы радости в аэропорту Кишинева. Молдаване, проживающие за границей, вернулись домой в свой короткий отпуск. Десятки людей выстроились в очередь в зоне ожидания, чтобы снова увидеть своих родных и близких. Нетерпеливые, смотрящие в сторону зоны прилета. Все больше людей ждут тот самый момент, чтобы снова увидеть своих близких. Одних переполняют эмоции от встречи, другие недовольны условиями, в которых им приходится ждать. Кого вы ждете? Мою сестру. Откуда прилетает? Из Турции, она там живет. Сколько времени вы ее не видели? Около пяти лет. Я переживаю, не могу дождаться этого момента. Сына. Откуда приезжает? Из Турции. Приезжает в отпуск. А как давно вы не виделись? 14 лет. И как вы чувствуете? Ждем? Ждем? Тут нет соответствующих условий, это не очень удобно. Держат нас на улице. Мы с нетерпением ждем встречи. Коллега. Ждем коллегу. Откуда летит? Из Таджикистана. Как давно вы не виделись? Полгода. Не терпится увидеться снова? Да. Нет уже терпения. И еще жарко. Жду мою подругу. Она прилетает из Америки. И вот ждем ее домой. А как давно вы не виделись? Уже полгода. И как себя чувствуете? Я очень рада и жду с нетерпением. Жду брата. Откуда летит? Из Стамбула. Работает там. Как давно его не видели? 4 месяца. И какие ощущения сейчас, зная, что вот-вот вы увидитесь хорошие? С 14 по 15 августа поток людей на КПП госграницы составил около 75 тысяч человек. В Международном аэропорту Кишинева было зарегистрировано более 17 тысяч пересечений. В этом контексте пограничная полиция сообщает, что в результате анализа ситуации на пограничном переходе установлено, что Международный аэропорт Кишинева наиболее загружен в период с 11 утра до 13.00. В этот период запланировано несколько рейсов одновременно и, соответственно, увеличение числа путешественников. Чтобы избежать задержек и своевременно пройти все процедуры контроля, мы рекомендуем прибыть в аэропорт минимум за три часа до вылета. Заранее проверьте необходимые документы, убедившись, что ваш паспорт действителен, и в случае иностранных граждан, что у вас есть документы, подтверждающие цель поездки. Убедитесь, что товары, перевозимые в ручной клади, соответствуют правилам, разрешенным к провозу на борт воздушного судна. Посетите сайт аэропорта или авиакомпании, чтобы проверить расписание рейсов и прибыть вовремя. С 20 августа представители туристических агентств или перевозчиков, которые входят в Ассоциацию патронатов индустрии туризма Молдовы, будут допущены в терминал аэропорта Кишинева для встречи организованных групп туристов, прибывающих самолетом в Кишинев. Туроператоры и члены Ассоциации могут запросить доступ к терминалу Кишиневского аэропорта для встречи организованных групп туристов, которые они обслуживают. Это очень важно, потому что до сих пор, когда группы прибывали в Кишинев, агент, который должен был поприветствовать их, что очень важно, должен был ждать за пределами терминала. И часто туристы терялись или не знали, как найти транспортное средство, на котором они должны были продолжить свое путешествие по Республике Молдова. Особенно в нынешних условиях очень высоких температур и повышенного дорожного движения в районе аэропорта, важно обеспечить приятные впечатления как для иностранных пассажиров, так и для ожидающих молдаван, которые испытывали бы неудобства из-за более длительной стоянки автобусов и микроавтобусов для групп туристов. Запрос Ассоциации патронатов индустрии туризма был проанализирован ответственными органами. Процедуры, которым должны следовать туроператоры и члены ассоциации, можно запросить по электронной почте офис собачка.апид.мд. В АПИД зарегистрировано более 30 туроператоров. Цена на дизельное топливо упала до самого низкого уровня за последние 13 месяцев. Об этом сообщили представители Нарея, утверждая, что такая тенденция обусловлена непрерывным снижением цен на топливо на протяжении последних шести недель. В последнее время цена на бензин также постоянно снижается, приближаясь к минимальным показателям этого года. Таким образом, за последние шесть недель постоянного снижения цен дизельное топливо подешевело на 1 лей 64 бана за литр или 7,5%, а бензин марки А95 на 1 лей 20 банов за литр или 4,5%. Это удешевление было обусловлено как уровнем котировок плац, так и растущим укреплением национальной валюты по отношению к доллару США. В то же время стоит отметить, что на текущей неделе наблюдается резкая тенденция роста как котировок нефти Брент на фондовом рынке, так и котировок плац на нефтепродукты, что может повлиять на текущую тенденцию ценовой динамики. Так, в ближайшие три дня, с субботы и по понедельник включительно, бензин потеряет в цене 4 бана и будет стоить 24 лея 9 банов. За литр дизельного топлива автовладельцы заплатят 20 леев 33 бана, что на 2 бана дешевле, чем было в пятницу. Погоня, как в кино или компьютерной игре. В Кишиневе 20-летний мужчина совершил 5 ДТП, отказавшийся становиться по указанию полиции. Более того, водитель находился за рулем автомобиля угнанного в четверг вечером в секторе Чеканы. Правоохранителям удалось задержать нарушителя, а затем сообщить прессе более подробную информацию по этому случаю. После угона автомобиля были немедленно уведомлены все учреждения генерального инспектората полиции. Машина, о которой идет речь, впервые появилась в поле зрения полиции в Еловенах. Водитель неоднократно отказывался остановиться, ускорялся и, двигаясь по улицам столицы, совершил 5 ДТП, создав тем самым угрозу дорожному движению и находившемуся рядом с ним пассажиру. В конечном счете водители остановили на Тираспольской улице в Кишиневе. Молодого человека ранее судили за грабеж. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства, о которых мы сообщим позже. Десятки пчеловодов из разных регионов страны в этом году снова установили свои прилавки в сквере Театра оперы и балета. Посетителям ярмарки предложен широкий ассортимент продукции. Тут можно найти и мед из рапса, акации, шалфеи и даже из орегано. По случаю Национального дня пчеловода, отмечаемого ежегодно 19 августа, в центре столицы проходит самое сладкое событие года – ярмарка меда. Местные производители со всей страны выставляют на продажу свою продукцию. У нас есть акациевый мед. Это мед, который трудно кристаллизируется. Его также можно давать детям. У нас также есть липовый мед. Он помогает при простуде. Гречишный мед. Используется для очищения крови. Рапсовый мед – для укрепления костей. В нем содержится кальций. Есть пыльца для укрепления иммунитета. Настойка прополиса. Она тоже используется. Еще у нас есть своеобразный коктейль. Он тоже укрепляет иммунитет. В основном его употребляют утром, перед чайпитием. Есть можно через полчаса. Также и с пыльцой. У нас есть пыльца. Она используется для очищения печени. Самый дорогой акациевый мед – 170 за килограмм. Самый дешевый – цветочный – 100 леев. Но мы все равно идем навстречу. Уступаем. Липа – 150, гречка – 160, цветочный – 100. Он самый дешевый. На ярмарке было многолюдно. Любители полезного лакомства пришли познакомиться с широким ассортиментом меда, другой пчеловодческой продукции и лекарственных трав. Я купил пчелиный коктейль и пыльцу. Это полезно и для детей, и для взрослых. Он хороший сейчас и зимой, когда наступает период, когда иммунитету, так сказать, нужно бороться с сезонными инфекциями. Я бы хотела купить баночку хорошего меда майского, акациевого или липового. Я просто постоянно использую мед в доме, поэтому я почти никогда не использую сахар, только в выпечке. Но таким образом мои дети и все другие члены семьи, которые приходят в гости, конечно, мои подруги, я угощаю их всех хорошим медом. Мы проезжали мимо, но не смогли не остановиться, чтобы прикупить немного золота для здоровья, тем более, что есть для кого. Ярмарка организована в целях укрепления связи между пчеловодами и потребителем, что способствует продвижению местных производителей пчеловодческой продукции. Мы организуем эти ярмарки, чтобы пчеловоды могли продавать свой мед. Вы видите, что в наше время пчеловодам очень трудно продать свой мед, поэтому мы стараемся помочь им, чтобы получить немного денег, за которыми стоит тяжелый труд. Сейчас пчеловоды уже закончили свою работу с пчелами, и мы начнем организовывать пчелиную ярмарку каждые 2-3 недели, чтобы они могли реализовать плоды своего труда. Медовая ярмарка проводится в столице, в сквере, театр оперы и балета уже в 12-й раз. Мы прорвемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Полдавским спортсменам нужны современные залы и реабилитационные центры. Об этом в интервью на частом телеканале рассказала борец Анастасия Никита, забоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже. Разумеется, нам бы очень хотелось, чтобы были высокопроизводительные залы с новым оборудованием, реабилитационные центры, куда спортсмены могут пойти восстанавливаться после травмы или после соревнований. Нам нужны столовые, чтобы спортсмены, занимающиеся спортивными состязаниями, могли туда ходить и питаться. В спорте нам много чего нужно, но мы очень рады, что у нас уже есть массажист и врач, который ездит с нами на соревнования. И очень надеемся, что в будущем внимание будет обращено и на эти аспекты. В то же время Анастасия Никита призналась, что ей предлагали выступать за другую страну, но в итоге все же решила остаться в Молдове. После Олимпиады в Токио я должен приехать из страны. Мы должны, Анастасия, должны быть представлены Италия. Примии, которые очень активные, которые были в качестве, в качестве, в качестве, в качестве, в качестве... Спонсоры. Европейская, 45 миллионов евро. Европейская, 70 миллионов евро. Европейская, 190 миллионов евро. Плюс апартамент, если вы получите медали для Олимпиады, то вы получите один апартамент, машина. Счастливо, это не есть права спонсоризации. Мы надеемся, что это будет. В Париже с 26 июля по 11 августа прошли летние Олимпийские игры. Молдавские спортсмены привезли с соревнования четыре медали. Борец Анастасия Никита завоевала серебро, а канаист Сергей Тарновский и борцы Денис Виеру и Адил Османов бронзовые медали. С этим результатом молдавская сборная заняла 72 место из 206 в общем зачете. США в ближайшие дни предоставят Украине дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности, сообщил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби. Его заявление прозвучало после того, как ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Пэт Райдер сообщил о беседе, состоявшейся между главой Пентагона Луидом Остином и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе телефонного разговора Остин и Умеров обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины в оборонной сфере. Украинский министр предоставил обновленную информацию о динамике боевых действий, а также о влиянии продолжающихся атак России на Украину, поясняется в сообщении пресс-службы Пентагона. Между тем, в ночь на 16 августа российская армия вновь атаквала цели на территории Украины тремя ракетами и пятью дронами. Как утверждают воздушные силы ВСУ, противовоздушной обороне удалось сбить все российские БПЛА. Под ударом оказались Полтавская, Житомирская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области. По предварительной информации, погибших и раненых нет, масштаб разрушений уточняется. Глава Киевской городской военной администрации заявил, что после ночной атаки беспилотников также разрушений пострадавших в столице Украины нет. Между тем, чрезвычайное положение объявлено в Белгородской области, где ведут наступление ВСУ. В среду украинский беспилотник повредил пятиэтажный жилой дом в городе Щебекино. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, сообщение о жертвах и пострадавших не поступало. Пять тысяч детей перевезли в безопасное место, сообщил он в телеграм-канале. Ранее Гладков заявил, что около 11 тысяч человек покинули свои дома. Тысяча человек находятся в центрах временного размещения. В городах Рыльский и Эльговск Курской области власти распорядились эвакуировать еще один район, пострадавший от боевых действий. Министерство по чрезвычайным ситуациям России опубликовало кадры, на которых люди садятся в автобусы. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что службы безопасности, военнослужащие и местные власти будут координировать эвакуацию жителей из района Глушкова на границе с Украиной. Кирби отметил, что США считают возможным закрыть оставшиеся разногласия. По его словам, соглашение важно для снижения региональной напряженности. Он добавил, что Соединенные Штаты имеют разведывательные данные, которые все еще указывают на то, что Иран и Хизбалла планируют нападение на Израиль, которое может произойти с небольшим предупреждением или вообще без него. Перед началом переговоров один из лидеров Хамаса, Сам Ахамдан, дал интервью агентству Associated Press. Он сказал, что группа заинтересована только в обсуждении реализации предложения Байдена, а не в дальнейших переговорах по его содержанию. Но аналитики отмечают, что план застопорился, поскольку обе стороны – Израиль и Хамас – позднее потребовали внести в него изменения. Израиль намерен сохранить военное присутствие в Газии после окончания военных действий с целью не допустить возвращения туда боевиков. Хамас, в свою очередь, добивается, чтобы израильские солдаты покинули сектор. Тем временем, глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас взял на себя более активную роль. В четверг 88-летний политик прибыл в Турцию, где выступил в Анкаре перед членами парламента. Аббас, в частности, объявил, что вместе со своим кабинетом он намерен лично отправиться в сектор Газа. Одновременно давление на власти Израиля растет и внутри страны. В четверг в Тель-Авиве у штаб-квартиры партии Ликут, которого возглавляет премьер Нетаньяху, прошла массовая акция протеста. Чтобы вернуть всех заложников, нам нужно прекращение огня. Мы больше не можем верить израильскому правительству. Последние 10 месяцев оно пускает под откос любые усилия по достижению соглашения. Мы знаем, что сегодня проходят переговоры, но у нас очень мало надежды на то, что израильская делегация отнесется к делу серьезно и подпишет соглашение. Мы призываем страны всего мира помочь нам исправить ситуацию, помочь нам оказать давление на обе стороны и особенно на израильское правительство, которое делает все, чтобы избежать подписания соглашения по заложникам. В ответ власти Израиля указывают, что предложенные ими поправки касались лишь уточнения пунктов соглашения, таких как пути возвращения палестинцев в Северную Газу и точное число заложников, которых нужно освободить. Предположительно, в плену у Хамас остаются 110 человек, но все ли они еще живы – неизвестно. По словам Бенемина Нетаньяху, это Хамас тормозит ход переговоров, отказываясь освободить заложников. Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительства Германии ракет повышенной дальности «Патриот» и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 5 миллиардов долларов США. В этом говорится в сообщении американского агентства оборонного сотрудничества. Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члены НАТО, которая является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе, говорится в сообщении агентства. Там утверждают, что продажа улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам и повысит обороноспособность ее вооруженных сил. Это будет способствовать достижению цели Германии по совершенствованию национальной и территориальной обороны, а также оперативной совместимости с силами США и НАТО. Германия не будет иметь никаких трудностей с принятием этого оборудования на вооружение своих вооруженных сил. В агентстве добавили, что предложенная продажа оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе. Окончательную сделку еще должен утвердить Конгресс США. Мировые бренды сокращают заказы на пошив одежды в Бангладеш. Все из-за массовых беспорядков в Даке, в результате которых сгорело множество фабрик. Швейная промышленность является крупнейшей отраслью экспорта Бангладеш. Страна занимает второе место по объему экспорта одежды в мире после Китая. Иностранные бренды планируют сократить закупки товаров на 30%. Напомним, протесты граждан в Даке подавили на прошлой неделе, а начались они в июле. Местные жители выступали против системы квот на рабочие места для родственников-участников войны за независимость 1971 года. С начала беспорядка в столкновениях с полицией погибли 500 человек. Избирательный суд Мексики единогласно утвердил победу Клауди Шейнбаум на президентских выборах. Решение приняли по итогам голосования шести членов Высшей палаты судебной инстанции. Клауди Шейнбаум станет первой избранной женщиной-президентом мексиканских Соединенных Штатов. Она будет занимать этот пост с 1 октября текущего года по 30 сентября 2030. Согласно последним данным, опубликованным на сайте Национального избирательного института Мексики, за Шейнбаум на президентских выборах в июне свой голос отдали 59% избирателей. Ирландия ужесточает контроль над социальными медиа. Власти хотят привлекать руководителей компаний к личной ответственности в случае задержек с удалением контента, разжигающего ненависть и вражду. В настоящее время ирландская комиссия по СМИ работает над этическим кодексом, который в ближайшие месяцы, как ожидается, получит статус закона. В частности, в тексте будут прописаны положения, касающиеся удаления вредоносных или клеветнических материалов в интернете. За нарушение статей кодекса компаниям будут грозить многомиллионные штрафы. Итак, мы видим закономерности, мы видим пагубное поведение. Все от пропаганды самоубийства до неприемлемого контента, неоправданного насилия, порнографии. Мы видим нападение на выборных должностных лиц, мы видим нападение на государственных служащих, государственных чиновников, и мы видим, как я считаю, неизменный контент. Недавние угрозы в интернете в адрес министров правительства Ирландии и премьер-министра страны Саймона Харриса полагают аналитики усилили ощущение тревоги в отношении содержания социальных платформ. Эксперты в области технологий считают, что введение штрафов за неудаление вредоносного контента, вероятно, даст положительный результат. Большинство технологических компаний, вероятно, будут соблюдать этот новый этический кодекс Ирландской комиссии по СМИ, потому что им придется это сделать. Кроме того, он подкреплен законом о цифровых услугах, который является общеевропейским законом с огромными штрафами. Большинство компаний, которых это может затронуть, имеют очень большой доход, и это удар по мировому обороту. Есть несколько компаний, на которые нацелились местные политики здесь, в Ирландии и по всей Европе, вплоть до европейских комиссаров. Наиболее заметным из них является Икс. Примечательно, что в Дублине находятся офисы Мета, Икс и ТикТок, входящие в число крупнейших в мире технологических компаний. Самая высокая в мире инфляция в Аргентине упала до двухлетнего минимума. Как сообщило статистическое агентство Индец, в июле она составила 4%. Это самый низкий показатель с начала 2022 года. Однако за 12 месяцев по июле инфляция превысила 263%. А это по-прежнему самый высокий показатель в мире. Аргентинцы, ощутившие на себе бремя самых высоких в мире годовых темпов инфляции, испытывают одновременно и надежду, и усталость. Как показали последние данные, ежемесячный рост цен упал до двухлетнего минимума. К этому привели жесткие меры экономии президента Хавьера Милея. Каждый раз, когда пытаешься просто жить, то постоянно падаешь в долговую яму. Я также вижу, что владельцы магазинов пытаются выжить за счет распродаж. Но этого недостаточно. Я устал. Без сомнений, ситуация отличается от той, что мы видели до сих пор. Она вселяет надежду. Южноамериканская страна пытается выйти из тяжелого экономического кризиса. На фоне этого в конце прошлого года к власти пришел либертарианец-аутсайдер Хавьер Милей, поскольку избиратели выбрали радикально новый подход к восстановлению стабильности. Резкое сокращение расходов Милея помогло укрепить финансовое положение страны, а Центральному банку позволило восстановить резервы. Это сдержало инфляцию, но нанесло большой урон экономической активности. Уровень бедности также вырос. Политика Милея помогла снизить ежемесячную инфляцию более чем с 25% в декабре до 4% в июле. При этом экономика скатилась в рецессию, а сокращение субсидий привело к росту цен на некоторые услуги и товары. Мини-электростанции на балконах и лоджиях в Германии становятся все популярнее. Во втором квартале того года число регистраций таких систем выросло на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. Переход на альтернативные источники энергии ускорился с началом войны в Украине и последовавшим за ней энергокризисом. Солнечные панели просты в использовании, а разрешение на их установку получить относительно несложно. Причем такая возможность есть и у собственников жилья, и у квартиросъемщиков. Есть так много мест, где можно использовать солнечные панели. Мы просто посчитали это несправедливым, особенно для людей, которые живут в квартирах. Ведь их так много, а эти технологии доступны. Так почему же до сих пор мы не извлекаем из них пользу? В этом году местная компания-производитель солнечных панелей прогнозирует рост продаж на 350% по сравнению с годом предыдущим. Сторонники перехода на чистую энергию утверждают, что немецкая общественность ждет от властей решительных действий в борьбе с изменением климата. Как только другие заинтересованные стороны видят готовность к сотрудничеству и реализации каких-то идей, у политиков возникает желание и необходимость действовать. Отговорка, что общество против, не работает, потому что это, как мне кажется, не соответствует действительности. За счет солнечных панелей на своих балконах жители Германии могут сэкономить несколько сотен евро на электричестве. Мне нравится, находясь на террасе или балконе, проверять, сколько энергии сгенерировано. Честно говоря, я получаю огромное удовольствие от этого. Я горжусь собой и очень радуюсь солнечной погоде. Скоро в Германии вступит в силу закон, по которому арендодатели не смогут запрещать квартиросъемщикам устанавливать солнечные панели на балконах за некоторыми исключениями. Швеция подтвердила первый случай заболевания оспой обезьян, вирусной инфекцией, которая передается через тесный контакт. Ранее Всемирная организация здравоохранения второй раз за два года объявила данный вирус глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Исполняющая обязанности генерального директора Агентства общественного здоровья Швеции Оливия Вигзил заявила, что это первый случай заболевания, выявленный за пределами Африки. Сейчас человек, у которого обнаружили заболевание, получает медицинскую помощь. Он соблюдает меры предосторожности в соответствии с текущими директивами. Глава Минздрава подчеркнул, что Швеция хорошо подготовилась к вирусу МРОХ и внимательно следит за развитием ситуации. По данным ВОЗ, в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение МРОХ, выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1Б, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большому количеству смерти, чем предыдущий вариант. В Демократической Республике Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч заразившихся, 524 человека умерли. Передача вируса от человека к человеку возможна при тесном контакте. Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость. Как правило, за 2-4 недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход. Жители Бермудских островов предупредили о приближении урагана Эрнесто. Он движется со скоростью 140 км в час. По прогнозам синоптиков ожидается сильный ветер и обильные осадки. Ранний тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико. Около 700 тысяч домохозяйств остались без электричества. Представители энергокомпаний восстанавливают электроснабжение прежде всего в больницах. В сотнях домохозяйств произошли перебои с водоснабжением. В восточной и южной частях острова ливни вызвали наводнения. В Японии тем временем отменили почти 500 внутренних авиарейсов из-за приближения тайфуна Ампил, что затронуло больше 100 тысяч пассажиров. Кроме того, нарушено сообщение скоростных поездов на востоке и северо-востоке страны. Порывы ветра уже достигают 45 метров в секунду. Министерство по борьбе со стихийными бедствиями предупредило население о необходимости следовать рекомендациям по эвакуации. Метеорологическое агентство предупреждает о риске наводнений, оползней и сильных порывах ветра в восточных регионах. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у восточного побережья Тайваня. Его эпицентр залегал на глубине больше 9 километров. Это был второй подземный толчок за день. Первый магнитудой 5,7 балла зафиксирован у северо-восточного побережья острова. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Синоптики предупредили о риске оползней в горных районах после нескольких дней дождей. Тайвань находится недалеко от стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям. В апреле этого года Хуалянь пострадал от сильнейшего землетрясения на Тайване за последние 25 лет. 9 человек погибли и больше 900 получили ранения. На одной из железнодорожных станций Китая кабан устроил настоящий хаос. Дикое животное заставило местных сотрудников правоохранительных органов изрядно побегать за собой. Кадры неуклюжей погони появились в соцсетях. К его поимке подключились пожарные. Однако кабан ловко увильнул и выскочил из здания, разбив окно. Как он оказался на станции, не сообщается. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите заключительные серии телесериала «Ласточка». Всего доброго. До встречи в апреле. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует... Продолжение следует...